Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Чувство вины при отказе. Постоянно мучает чувство вины, из-за которого сложно сказать «нет» на работе. Очень редко отказываюсь дополнительно выйти на работу в выходной, когда меня об этом просят. Отказываюсь в том случае, когда на выходной было запланировано что-то действительно важное, но всё равно мучает чувство вины. Думаю, как мог изменить свои планы, ведь на работе действительно меня оценят, каждый год повышают зарплату и так далее. Работаю реально в ущерб своему свободному времени, часто из-за дополнительной работы остается один выходной. Понял, что в моём чувстве вины что-то не так тогда, когда испытал его после того, как одному коллеге, отказал одному коллеге выйти за него на работу, когда у него в рабочий день появились важные дела. Особенность в том, что этот коллега, как и был когда-то моим другом в своё время, очень поздно оборвал мои отношения с одной девушкой-коллегой для того, чтобы самому из-под тишка начать строить свои отношения. После того, как правда стало состоянием общественности, я с ним несколько месяцев не здоровался, но постепенно отношения стабилизировались на нормальном рабочем уровне. Казалось бы, отказался, по-моему, через забыл, тем более, когда с человеком связывалось такое прошлое. Но всё равно мучает угрызение совести, ведь у него важные дела, а я всё равно буду в выходной с 5 до 12, а потом до вечера смотреть сериалы, мог бы и поработать. И никакие мысленные апелляции к прошлому эффекта не имеют, и чувство вины даже на чуть-чуть не приглушает. Хотя, голос разума говорит, что я прав и ничего плохого не делаю. Можно ли как-то легко избавиться от этого чувства, или я действительно поступаю плохо? Ну, я думаю, что ответить на вопрос, поступаете вы именно плохо или нет, вряд ли. Психолог может, и вряд ли психолог должен, потому что всё-таки мы здесь не для того, чтобы оценивать ваши действия и оценивать ваши поступки. Вы поступаете так, как вы хотите, так, как вы можете, и вряд ли. Реально требуется от вас поступать иначе. На мой взгляд, правда, заключается в том, что, ну, действительно, иногда чувство вины нам нужно, потому что оно помогает нам понимать, что для нас важно, оно помогает нам более тщательно выбирать свои действия, и даже, что ему покажется странным в контексте данного вопроса, но даже оставаться собой и следовать своим ценностям. Вот такая функция у чувства вины есть. Конечно, совершенно очевидно, что не в вашем случае, потому что в вашем случае чувство вины достаточно деструктивное. Что хочется сказать? Несколько основных моментов. Начну я, пожалуй, с самого неочевидного, с того, о чем вы написали в конце. А в конце вы написали, как легко избавиться от этого чувства. Так вот. Задайте себе вопрос. Почему я хочу избавиться от этого чувства и почему легко? То есть это проще здесь. Про непредание важности, потому что с вами происходит. Про то, что я считаю какие-то чувства плохими для себя, ненужными. Так? То есть что-то я обесцениваю, куда-то я тороплюсь. Вот эта характеристика вашего движения, скажем так, по жизни приводит частично к тому, что вы описываете. Легко и, ну, такая вот возможность, потенциальная возможность для вас обесценить некоторые свои переживания, обесценить некоторые свои чувства. Да? Следующий момент. А чувство вины – это всегда про злость. Это всегда про злость. Это всегда про… Ммм… Подавленную злость. Вот так. Давайте скажем. Это всегда про подавленную злость. И, соответственно, вам здесь нужно научиться замечать и выражать, конечно же, желательно, ну, таким конструктивным, да, способом то, что вы злить. То есть говорить о своей злости, говорить о том, что, как бы, ваши личные границы наружены, что человек слишком близко подошел к вам. Ну, приблизился психологически, я имею в виду. Да? То есть признать, что вы можете злиться и, соответственно, говорить об этом. Следующая история с девушкой, которую вы описали весьма вкратце, но которая, как мне кажется, является достаточно важным, потому что, ну, вас это, скорее всего, не могло не травмировать. Я более чем уверен, что вы травмированы этой ситуацией. И, с одной стороны, вы травмированы этой ситуацией, с одной стороны, но с другой стороны, вы явно здесь перекладываете ответственность на человека за то, какие отношения были с девушкой у вас. Потому что, ну, ничего бы этот коллега не сделал, если бы ваши отношения с девушкой были бы крепкими, если бы ваши отношения с девушкой были бы, ну, такими зрелыми, да, и так далее. Понятно, что, возможно, вы со мной не согласитесь, я не, в коем случае, вот, не буду настаивать, ну, на этом, да, вот. Но, как правило, как правило, это все же так. То есть здесь у вас, на мой взгляд, присутствует проблема личной ответственности за то, что происходит в вашей жизни. Вот. И если вы со своей ответственностью обращаетесь вот так, если вы со своей ответственностью взаимодействуете вот так, то, конечно же, довольно часто вы чувствуете себя жертвой, довольно часто вы будете чувствовать себя жертвой и довольно часто, ну, будете переживать такое вот ощущение несправедливости, ощущение того, что с вами поступили нехорошо и так далее. Вот. То есть здесь история именно про личную ответственность за то, что в моей жизни происходит. Понятно, что не все, не всегда мы можем контролировать и, в общем-то, все всегда контролировать не нужно и невозможно, вот. Но все-таки, все-таки, я думаю, что это очень важный момент, на который имеет смысл вам обратить свое внимание. И последнее, на что я хотел бы обратить ваше внимание в рамках вопроса и в рамках темы, связанной с виной. Это, пожалуй, момент, что вы говорите, но все равно я там буду спать до 12 лет, а потом смотреть сериалы. Вот. Довольно интересная, довольно интересная эта позиция у вас, вот по отношению к себе. То есть как-то так получается, что вы по факту обесцениваете себя, обесцениваете свой выбор провести досуг определенным образом. И вы обесцениваете свои, ну, в общем, наверное, интересы, да? То есть вы говорите, ну, типа, какая разница, да, все равно там я буду заниматься какой-то фигней, да, ну, какая разница, значит, помогу там человеку то, что я там выбираю, да, вот. Ну, то, как я выбираю, там, провести свое время, досуг, да. Ну, это все неважно и вообще это, ну, ничего не стоит. И вот это отношение, такое обесценивающее отношение к самому себе, помимо того, что достаточно сильно бросается в глаза, выдает вас, ну, вот, такое личное отношение к способу досуга. То есть это то, как вы относитесь к своему отдыху, это то, как вы относитесь к своему выбору, это то, как вы не чувствуете свой выбор, вероятно, не проживаете его. И, конечно, сохраняется большое количество энергии, сохраняется большое количество эмоций, вот. Что по итогу и приводит к появлению у вас чувства вины как неизбежному последствию сохранения энергии. То есть если я себе что-то обесценил, если я себе, ну, что-то недооценил, например, вот, то я, конечно же, буду потом испытывать чувство вины. Если я не замечаю, что, то, что, например, я делаю важно, если я не замечаю, например, что, то, что, там, грубо говоря, мне хочется... Хочется... Имеет для меня значение, вот, если я этого не замечаю, то, конечно же, появляется вот этот червячок вины. В данном случае это абсолютно нормально. И, как мне кажется, ваша задача заключается в том, чтобы вот эти аспекты, о которых я сказал, проработать. А, ну, с психологом, да, вот, самостоятельно, скорее всего, у вас это сделать не получится. Ну, вы бы уже сделали. Вы бы уже сделали это просто. Вот, а так, раз вы, вот, ну, до сих пор этого не сделали, значит, есть большая вероятность, что самостоятельно вы этого сделать не сможете, к сожалению. Вот, поэтому решать, конечно, мало, но, на мой взгляд, на мой взгляд, важно вот в таком случае и в таком контексте к этому, к этому относиться. Вот, как-то так. Теперь, если говорить об какой-то общей картине происходящего, вот, то я бы, конечно, озвучил бы следующую идею, что вы, на мой взгляд, боитесь негативной оценки, боитесь одиночества, может быть, даже боитесь ответа отвержения. Вот, и, соответственно, по данной причине у вас может присутствовать чувство вины, чтобы самому себе объяснять, почему вы пытаетесь пытаетесь угождать людям и, ну, как-то вот себя по факту обесценивать для них. Вот, то есть, ну, вы же, фактически, фактически вы именно так что и делаете. Фактически. Надеюсь, что вы не будете этим спорить. То есть, глубинная установка здесь у вас, на мой взгляд, примерно такая, что со мной вот что-то не так. Вот какой-то я не такой, не такой, да, или какой-то я плохой там и так далее. Вот. Вот. То есть, эта проблематика, вот она здесь угадывается довольно-таки четко. Вот. Теперь осталось, чтобы вы постарались данный аспект принять. И, принять, вот, и уже с этим аспектом работать. Я имею в виду в рамках психотерапии. Вот. Вот какой-то, наверное, такой ответ. Я бы сказал, что легко на уровне, вот, на уровне ощущений это можно сделать легко. Но на уровне интеграции в ваш опыт все-либо требуется какое-то время, чтобы это не было просто автоматическим действием. Чтобы, чтобы это было, ну, таким, более автоматическим актом вашим поведенческим, скажем так. Чтобы так произошло, нужно, конечно, какое-то время. Для этого и время, как правило, ну, не самое маленькое. Потому что, ну, вы привыкли жить по определенному, по определенной схеме, по определенной системе. И, вряд ли, вы так вот редко ответы вы откажетесь. Даже вот, ну, как бы даже при условии, да, что вы вроде бы сами хотите этого, и это, в принципе, нормально, что вы сами хотите. Но все равно вы привыкли жить по определенной модели и так легко не откажете от выбранной вами стратеги. Конечно, вот мой коллега спросил, зачем вам чувство вины. Это очень хороший вопрос, потому что он действительно запрагивает, вот, вторичную выгоду. Того, что вы делаете, то есть чувство вины вам может быть неприятное, чувство вины вам может не нравиться, но есть то, ради чего вы все-таки, ну, это делаете. Понимаете, да? И, соответственно, очень важно для вас это, ну, понимать и, ну, фиксировать. Потому что в противном случае, вот, ну, далеко вы не уйдете в противном случае, к сожалению. Вот, поэтому тут вот какая-то такая получается история и, соответственно, нужно совсем этим планомерно, так скажем, разбираться. Вот, еще раз повторюсь, да, на всякий случай, что избавиться, вот, именно избавиться от чувства вины. Идея не очень хорошая, потому что там, где появляются чувства вины, появляются и другие чувства, появляются и другие чувства, например, там, злость, эм, какая-то вот обида, эм, и так далее. И это важно замечать, важно это видеть, важно, важно это, эм, чувствовать, позволять этому быть в, эм, контакте с, эм, с другими людьми. А, если вы этого не делаете, то вы, вы себя таким образом крадете, крадете и, эм, довольно, ну, довольно немало, вот, вы себя крадете таким образом ресурсов. Поэтому, да, э, как бы, э, с точки зрения, вот, э, быта, то есть, вот, на бытовом уровне, э, я могу вас, э, понять, э, что вы хотите избавиться. Ну, ну, с точки зрения, э, корректности, вот, э, обращения со своими переживаниями, вот, я бы все-таки смотрел в сторону, вот, планомерность такой. Работы, э, э, над собой. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.